Куда привыкнешь, потом не сможешь на других телефонах. Ну что, друзья, никогда так долго я не ждал посылку. 18 марта оплатил и лишь 3 июня я получил из-за вот этого вот коронавируса, карантина. Очень многие, я думаю, с этим столкнулись, когда сингапуровская почта перестала просто отправлять посылки. Они все у нее где-то на базах, на пересылочных пунктах хранились. Это было официальное заявление в группе нашей ВКонтакте, ссылка в описании. Я писал об этом, очень было интересно познакомиться с по-настоящему игровым смартфоном. Он действительно года два вышел, стоил больше 1000 долларов. Можете погуглить, посмотреть, реально он стоил так много. Распродавали остатки на Алиэкспресс именно вот в марте. Опять же, в группе я обо всем писал. Посмотрите, я вижу, что запечатана глобальная версия Republic of Gamers. Очень много фишек, наворотов у этого аппарата. И да, кому это важно, не знаю для чего, в игровом смартфоне NFC есть. Мы с вами вместе сейчас эту прелесть распакуем. Немножко помялась эта коробочка. Смотрите, ну ладно, главное, что пришла. Давайте посмотрим, что здесь у нас указано. Наименование модели, 6 дюймов, Full HD+, AMOLED, 8128. Обо всем в общем. Сейчас подробно поговорим. Давайте пленку снимем, потому что, блин, не бывает счастья. Видите, 100%. Здесь есть такие магнитики. Но теперь эти магнитики бесполезны, потому что коробочка вот такая вот кривенькая. Но самое главное, телефон на месте. 200 грамм весит эта прелесть. 6 дюймов по нынешним временам. Кроха совершенная. Смотрим, что еще у нас здесь есть. Да, блин, жалко, что коробка вот так вот пострадала. Сегодня распаковка. Первое знакомство. Фирменная технология быстрой зарядки от Asus. 60% за 30 минут, за час 85%. Quick Charge Qualcomm 4.0. Поддерживает технологию данное устройство. Так, здесь заглушки. Видите, в комплекте лежат. Посмотрим. Оплетка. О, я давно такого не видел. USB-C. USB-C. Вот так выглядят оба коннектора. Все брендировано. И тканевая оплетка. Скрепка для извлечения лотка SIM-карт. Так, E-mail. И мануальчик. Быстрый старт. Описание основных элементов и характеристик данного устройства. Опять же, повторюсь. Глобальная версия аппарата у меня. Все частоты 4G в наших странах. СНГ, Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина. Во всех этих странах будут поддерживать. Кулер здесь прилип. Вот такой вот есть кулер, который можно надеть на сам смартфон. Но это мы все проверим, все сделаем. Смотрите, здесь еще можно было что-либо спрятать, укомплектовать. Но в данной версии нет. Вот в глобальной версии нет очень много различных фишек. Потому что этот аппарат можно подключать и к специальным док-станциям, экранам, и к джойстикам. И так далее. Ну что, давайте посмотрим на сам аппарат. Реально сказочно немного выглядит. Стекло. Gorilla Glass 6. И спереди, и сзади. Смотрите, динамики. Два динамика. Стерео пара отдельная, не разговорная. А именно два отдельных динамика. Обещают нам отличный звук. Как я уже сказал, AMOLED. Экран. 90 Гц частота мерцания. Так, я вижу, что здесь есть индикатор. Алюминиевая рама. Видно снизу 30 Вт USB Type-C. 3,5 мм разъем под мини-джек присутствует. Почему я делаю акцент, что здесь USB на 30 Вт поддерживает быструю зарядку? Потому что вот здесь два разъема. Золотистый для подключения экрана специального. Display Play 1.4. А второй – это возможность подключения USB Type-C к источнику питания. 15 Вт зарядку поддерживает. Здесь, напоминаю, 30 Вт. Сразу глянем, как все это делается. Видите, здесь один здесь. Вот эта вот заглушечка. И еще одна, если вдруг потеряете, даже две в комплекте вам уже доложили. Здесь нет никакой пружинки. Просто берете и подключаете. Коннектите. Сквозные. Здесь есть, опять же, дублируются, чтобы можно во время игры и играть, подключить источник питания, и можно подключить наушники. Да, вот видите, если дисплей второй будете подключать, второй экран, то через вот этот вот переходник кулер не получится, потому что выведен только для источника питания. Поэтому с поправочкой. Кнопка включения. Видите, она посередине расположена. И кнопка регулировки громкости. Ход тугой. Давайте запустим. Кстати, не уверен, что он запустится. Все-таки больше трех месяцев. Нет, прекрасно запускается. Более трех месяцев ко мне этот аппарат двигался. Сверху у нас есть микрофон для шумоподавления. Так. Ох, ох, какой звук. И он еще и вибрирует. А вибро какое мощное. Первая загрузка. Здесь, по-моему, старый Android. Прям видно экран. Вот AMOLED-экраны. Видите, волны пошли. Я через камеру вижу. И я думаю, вам тоже это заметно. Нужно просто яркость, наверное, поставить побольше. Давайте первый запуск подробно смотрим по языкам. Глобальная версия, напоминаю. Что у нас здесь по языкам? Так. Казахского нет. Русский присутствует. У Asus с локализацией всегда все было хорошо. Через экран непосредственно камеры. Кажется, что экран такой синит. Нет, вот когда в живую смотришь, все нормально. Ничего здесь не синит. Способы защиты. И Face ID есть. И сканер отпечатков. Я так понимаю, это он. Еще одна фишка. Здесь есть распознавание. Сенсорное сжатие. Когда сжимаете, запускается. Видите? Режим X для игр. И фишка, особенно для любителей. Погонять в PUBG. Здесь есть Air Triggers. Вот такие вот сенсорные фичи, которые позволяют вам в полной мере наслаждаться игровым экспириенсом. Не механические кнопки, а сенсорные, которые при этом регулируются. Понимают степень нажатия, чувствительность и так далее. Сейчас мы все это глянем, посмотрим быстренько. Видите? Здесь сразу же при первой же настройке вы все это дело можете отрегулировать. Первоначальную настройку завершили. Не очень она долгая. Сразу хочу вот эту штуку убрать, чтобы не портить общий вид. Свой лаунчер, который также можно заменить. Все Google сервисы, как вы понимаете, присутствуют. Очень приятный виброотклик. 550 нит яркость экрана заявлена. Очень яркий фонарик, кстати. И вот таким вот образом у нас здесь все выглядит в шторке быстрого доступа. Темная тема по умолчанию. В данном лаунчере присутствуют. В настройках экрана можно переключить частоту обновления с 60 Гц до 90 Гц. И это, безусловно, и в пользовательском опыте будет приятно, и при играх незаменимо. Если любите красивую плавную картиночку. После первого запуска 114 ГБ памяти вам доступна. Внутреннего хранилища. И оперативно занято лишь 2 ГБ из 8 имеющихся. Вот таким вот образом выглядит интерфейс приложения камера. В 4К, как видите, умеет. Заявлена 4-осевая оптическая стабилизация. Обязательно это проверю. 4К 60 фпс. Это что-то интересное. Но мы начнем с Full HD 60 фпс. Посмотрел, как работает 4К 60 фпс стабилизация. Такое ощущение, что она вообще не работает. Вот теперь давайте посмотрим, как будет снимать Full HD 60 фпс. Сейчас автофокус очень хорошо работает. Перефокус очень быстрый. Вот с лестницы спускаемся. Микрофон, кстати, очень хорошо записывает тоже. И смотрим, что получается. Блин, не знаю, кто говорил, что камера фиговая. Очень хорошая камера. Единственное, какая-то странная цветопередача перенасыщена. А в целом камера просто огонь. Основная камера, кстати, 363-й АМХ соневский сенсор на 12 мегапикселей и 8-мегапиксельный широкоугольный. Видите, как это все дело переключается. А вот таким вот образом основная. Вот таким вот образом широкоугольная камера. Ну, опять же, это в первую очередь все-таки геймерский смартфон. И вряд ли здесь будет большой упор на фотовозможности. Тем не менее, апертура 1.8. 12 мегапикселей, апертура 1.8. Неплохо. Батарея 4000 мАч с такими мощными характеристиками. В принципе, 845-й разогнанный процессор, 296 ГГц частота ядер, поддержка и гейминг HDR, и мобайл HDR. Кроме того, Adreno 630-й, память быстрая, LPDDR4X, UFC 2.1. Давайте теперь посмотрим, как работает вот эта вот RGB-подсветка. Снимем стикер и посмотрим на заднюю крышку. Все спрятано вот в этой вот иконке. Игровой центр. Вот так все это выглядит. Вся текущая информация. Настройка управления играми, управление игровыми профилями. Включение вот этой вот функции Air Triggers. Уровень усиления нажатия кнопки. Все это можно настроить. Есть дополнительные, как видите, настройки. Все прекрасно описано, написано, рассказано. И освещение Aura той самой RGB-подсветки. Видите, вот так все это выглядит. Можно менять цветовую гамму, яркость, синхронизировать освещение. Если несколько вот таких вот задротов игровых с такими аппаратами у вас собрались. Видите, вы можете присоединиться, либо создать. И у вас будут мерцать вот эти вот RGB-значки Public of Gamers синхронно. Почувствуете себя прям одним целым. Все можно настраивать. Кроме того, видите, можно даже установить подсветку на входящий вызов, на уведомления. Статичная настройка. Вот таким вот образом. И настроить на зарядку вашего смартфона. Ну, я думаю, алгоритм работы вам понятен. В принципе, здесь тоже все дублируется. Вы сразу видите, как все это будет выглядеть. Ночью смотрится значительно интереснее. Android 8.1. Пока, во всяком случае, я еще не проверял обновления. Ну, и здесь присутствует запись телефонных разговоров. Вообще, приложение телефон у Asus одно из самых лучших. Стройки под себя всегда восхищался именно этой частью аппаратов от Asus. Можно менять темы оформления, но, в принципе, родная меня устраивает. NFC-модуль здесь присутствует. Кстати, в шторке есть отдельный ярлычок для подключения и отключения NFC. Давайте взглянем на лоток. Что он нам предлагает? А предлагает только две сим-карты без возможности расширения. То есть, 128 гигабайт вам должно хватить... Скажи, кукушка, пропали в городе, вне жители на выселках, ко мне ближе... Доброе утро, Сквидвард! Ой-ой-ой! Кажется, на кого-то напал приступ чихания. Да, похоже, ты прав. У меня аллергия на мой дом. Слушайте, звук из динамиков шикарен. Я так понимаю, а вот это вот теплоотводы какие-то, возможно, а не просто декоративный элемент, потому что динамики вот здесь. Hi-Res Audio. Виртуальный объемный звук из наушников. IPTX HD. Кому это интересно, для беспроводных наушников фишечка. Технология зарядки Asus HyperCharge называется. Подключаем вентилятор. И видите, а вот эта вот эмблема Republic of Gamers тут же начинает моргать непосредственно на самом вентиляторе. В общем, в светоэффектах никак не проигрываете. Доступно уже какое-то обновление вот этого вот периферийного устройства. Предупреждение. Подключение, первые впечатления, первичная настройка, аэртриггеры для любителей PUBG, ребят. Это, наверное, must-have просто функция и фишка, судя по различным обзорам и отзывам на данный аппарат. Олеофобное покрытие, кстати, ну не сказать, что бы идеальное, но да ладно. Выглядит бомбический смартфон. Очень необычный дизайн. Что думаете, пишите в комментариях. Также пишите, если есть вопросы по данному устройству, а я пошел его тестировать. И да, не забываем, у нас есть первый канал, второй, группа ВКонтакте. Все необходимые ссылки вы найдете в описании. В общем, увидимся, друзья. Пока.